Через тысячу километров за медицинской помощью Любовь Гурьева из Усть-Кута. В областной центр приезжает к врачам. Большинство процедур женщина проходит бесплатно по полису ОМС. Сетует только на то, что таких услуг хотелось бы больше. Хотелось бы, чтобы было больше услуг, которые оказываются по полису ОМС. И главное, чтобы в наших отдаленных районах было больше квот на посещение диагностического центра. Но пока речь идет не о том, чтобы расширить, а о том, чтобы сохранить уже существующие льготы. Сейчас в этот медицинский центр приезжают со всего региона. Наглядно это видно в лаборатории. Боксы с анализами привозят даже из Дальнего Ирбагачона и других северных населенных пунктов. Результаты пациентам направляют сразу же по электронной почте. Также жители области приезжают для сложных обследований, например, МРТ и МСКТ. Такие мощные аппараты, как здесь, единственные на территории от Дальнего Востока до Новосибирска. Однако финансирование на то, чтобы люди проходили все исследования бесплатно, в скором времени может не быть. Региональное министерство здравоохранения пока подтвердило учреждению финансирования по ОМС только на первый квартал этого года. Не очень понятно, почему министерство здравоохранения сокращает ассигнование на эту тему. И в условиях префицита бюджета 15 миллиардов, когда не могут найти 300 миллионов и лишают возможности жителей области, тем более таких заслуженных, приходить сюда и получать самое качественное медицинское диагностическое обслуживание, это как минимум непонятно. Однако в Минздраве заверяют, пути решения проблемы уже ищут совместно с руководством медицинского центра. Мы сейчас уже поработали с диагностическим центром, с Игорем Васильевичем. У нас наиболее востребованные виды – это магнитно-резонансная томография, МСКТ, то есть мультиспиральная компьютерная томография. И Игорь Васильевич пошел на встречу с пожеланием наших жителей, наших медицинских работников и практически в три раза увеличил объем вот этих вот лучевых исследований. Как заявил Сергей Сокол, депутаты будут настаивать на сохранении квот на обследование пациентов за счет средств ОМС в Иркутском диагностическом центре, который изначально создавался для жителей региона и ради сохранения здоровья людей. Виктория Малая, Александр Барановский. Новости сейчас.